Легендарный бой за Зиеловские высоты повторили на Камчатке. Военно-тактическая игра «Штурм Берлина», посвященная 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Елизово на левом берегу реки Авача. В ней приняли участие более 250 человек из краевой столицы Вилючинска и Елизовского района. Федерации страйкбола Камчатки рассказали, что выбрали для реконструкции именно этот эпизод из-за того, что рельеф местности в районе Елизово весьма точно соответствует той территории, где происходила историческая битва. Мы взяли за основу этот сценарий, потому что хотелось все-таки что-то, что подходит под нашу местность. А есть у нас определенные высоты возле автостанции города Елизово, там берег реки. Эти высоты у нас каждый год штурмуют ребята, съезжающиеся со всей Камчатки. С погодой нам не повезло, шел дождь, но тем не менее 250 человек у нас приехало. Площадь игры достаточно большая. Около одного километра тянутся укрепления немецкой стороны, которую предстояло штурмовать советским войскам. Жизнь говорит о том, что это масштабно. Игра проходит на Камчатке уже 8 лет подряд и стала одним из главных событий для камчатских страйболистов. Несмотря на то, что ее сценарий приближен к историческим событиям 45-го года, она не является полной реконструкцией. Принять участие в игре могли все желающие старше 14 лет, одетые в любую военную форму. При этом участники в форме или с элементами формы времен Великой Отечественной войны получали преимущество в игре. Организаторы отметили, что все больше людей приезжает на игру в форме Великой Отечественной. Так участники из Вилючинска не только закупили форму для всей команды, но и заготовили пиротехнические выстрелы для минометов и даже легендарный настоящий выхолощенный автомат ППШ времен Великой Отечественной, переделанный под стрельбу холостыми патронами. Поэтому на протяжении всей битвы на полигоне звучали разрывы гранат, минометных выстрелов и автоматные очереди. Несмотря на то, что исход исторического сражения за Зиеловские высоты известен, исход игры мог быть любым. Игра построена не по принципу поддавков, то есть там на самом деле и минные поляны, и пиротехнические хлопуши, которые создаются, применяется миномет и гранатомет. Это все страйкбольное вооружение, пиротехническое, выпускаемое нашими заводами. Задача первоначальной советской войск была обладать определенной точкой на высоте, зацепиться, подтянуть сюда метамбат, далее расшириться по фронту и перейти в наступление на вторую линию обороны, где находился узел связи немецкий. И в случае его взятия у всей немецкой стороны пропадала радиосвязь. Как и после настоящего сражения, наиболее отличившиеся были отмечены заслуженными наградами. По окончании игры на торжественном построении 30 участникам были вручены специально отпечатанные на 3D-принтере нагрудные знаки отличия. Напомним, битва за Зиеловские высоты явила массовые примеры героизма и самопожертвования советских солдат и офицеров. В результате этой успешной операции советскими войсками была окружена и уничтожена 9-я немецкая армия.